Всем привет, мои хорошие, с вами я Светлана Ата. Сегодня воскресенье, все планы у меня изменились резко, я не вышла сегодня с дому, хотя и рано встала, но дела не заканчиваются. Решила сегодня убрать всю квартиру, так как один день или два дня я не занималась такой генеральной, и сегодня решила остаться дома, даже хотела поменять маникюр, но мне ничего не получилось, потому что у меня очень много дел, друзья мои, но это не важно, сейчас уже хочется кушать, сколько времени уже, 8 часов, представляете, а я еще ничего не готовила. И, ну, у нас в холодильнике уже заканчиваются при пассесе, я так почистила полочки, потому что завтра сейчас Ашкам ушел за покупкой, а также завтра мы пойдем на базар, и, естественно, холодильник заполнится сразу. Ну, а я приготовлю из того, что есть, мне кажется, не очень плохой рецепт, а рецепт я увидела опять на турецком канале, именно турецкий рецепт, и мне очень понравился. Я думаю, что и оно вам понравится, особенно сейчас, тем, кто не хочет поправляться, и он очень легкий в приготовлении, смотрите, как его будем мы делать. И этот рецепт называется кебаб сэбзэси, то есть жареные овощи, вот очень легкий рецепт, советую вам тоже приготовить, сделаю с вами первый раз, первый раз, как в первый класс. Для этого нам понадобятся кабачки, ну, у меня было две большие такие шруточки, я их нарезала вот такими ломтиками, красный перец и морковка чуть-чуть была, зеленый перец болгарский, и три картошки, и две дольки чеснока. Что сейчас надо будет делать? Для начала мы приготовим соус. Берем миску, берем одну ложку, вот такой перцовая паста, вы меня спрашивали, эта паста в Турции делается из красного болгарского перца. В приготовлении перцовой пасты специальная технология, женщина закупают по 10-20-50 килограмм, к сите каждому дому подъезжает такая мясорубка, мужчина с большой мясорубкой, и перемалывает, затем они раскладывают на целлофановых пакетах, на столах, наверное, на каких-то подносах, и она сушится у них, ну, наверное, они еще, скорее всего, перемешивают солью, вот, в конце, ну, и вот получается вот такая перцовая паста. Значит, что нам нужно? Мы взяли столовую ложку перцовой пасты, масло растительное, пол чайного стакана, кикек по-турецки, две чайные ложки, он дает очень вкусный, тимьян, чайная ложка соли, сейчас это все перемешиваем, ну, можно добавить еще и красный перец, я хочу, так вкуснее будет, не так ли, а то вообще все пресное. Ашкен тоже, оно не сильно горький, покушает. И сейчас я, мои хорошие, все это перемешаю. Даже можно рукой перемешать, у меня же перчатка, так ли. Все это перемешаю. Можно добавить и черный перец, добавлю свою уже изюминку. А потом будет самый конец супер. Значит, сюда мы добавляем картошку, наши кабачки. После таких обедов не хочется ни мяса лишний раз поесть, когда жарко. И добавляем наш болгарский перец. И все это тщательно перемешиваем. Чтобы оно все пропиталось. Это так красиво смотрится, когда оно все это испечется. Кебаб по-турецки означает жареное. Кебаб патлиджан. Кебаб сэбзи кебаб. Ну, а к этому овощному я еще и приготовлю плов из булгура. Откладываем это в сторону. Берем такой противень. И сейчас выкладываем наши овощи. Можно вот так красиво все это сделать. Картошечка к картошечке. Кабачок к кабачку. Как вам угодно. Можно и смешать. Можно и вместе все. Чередовать буду. Перчик, морковка. Картошечка. Забыла добавить чеснок. Ничего. Сюда добавлю. Вот такая вкуснятина у меня получилась. Так я ее сложила. Сложила по два слоя. Потому что я мало делать не могу. Вечно у меня так много. Вы видите, какая красота. Накрыла вторым листом фольги. И вот так сейчас заворачиваю концы. Чтобы сок не вытек у меня. Добавила также я чеснок сюда. Забыла вам сказать. Перемешала все. И сверху полила оставшимся соком. И отправляем в духовку на 180 градусов на 20 минут. Ну, а я этим временем буду готовить плов с булгура, который уже есть на моем канале. Если вам интересно, можете посмотреть. А я вам покажу, что будет дальше. Через 20 минут я это вытащу. И увидите, что буду делать дальше. Пока у меня пекутся в духовке овощи. Также я, вот смотрите. Готовится у меня плов из булгура с овощами. Ашкэм пришел и узбиро. И покажу, что он купил. Мне самое интересное. Значит, взял он вот такой вот сырочек. Сыр один купил. Купил мороженое. Купил маслины. Говорит, на базаре ему не нравится. Решил купить сейчас маслины. Так, купил такую колбаску. Я не знаю, какая она. Посмотрим, проверим. Продегустируем. Поделюсь. Так, купил мне. Видите, какой заботливый. Я ему сказала, что все, что хочешь, покупай. Я занята была в приготовлении. Вот он купил. Купил мне такой творожок. Купил даже хлеб мне. Я хлеб мне не покупала. Сколько времени? Я, в принципе, и не нуждаюсь в нем сейчас. Ну вот, он все равно. Купил мне. Купил вот такие манты. Он говорит, суп я делаю. Ему нравится с мантами. Так. Купил он, значит. Сосиски. Купил он. Курицу купил. Полтора килограмма. Яйца купил 30 штук. Зубную пасту купил. Мы этой пользуемся. Самая она такая качественная в Турции. Купил фанту. Давно мы не покупали. Кока-колу. И купил 2 килограмма йогурта. И на все это он заплатил за все это 170 лир. Покажу вам год. 170 лир. Ну все. Сейчас посмотрю уже. Плов моя вода выкипела. Продолжим с овощами. А это пока. Разложу в холодильник. Кстати, Ашкин купил вот такие подушечки. Нам на стульчике. Такая подушка 7 лир. Она одной уже сидит он. Такие вот у нас подушечки. Плов я отключила. Пускай доходит. Ах. Посмотрим, какая ситуация у нас здесь. С овощами. Прошло, значит, 20 минут. Бумагу надо снять. И сейчас отправлю это на 10 минут. Духовку при 180 градусах температуры. Так, мои хорошие. Прошло 10 или 15 минут. Вот такая красота у меня получилась. Сейчас будем сервировать блюдо вместе с вами. На тарелку я выложила йогурт. И сейчас буду выкладывать наши овощи. Всего понемножку. Не знаю, как Ашкэму это понравится. Не знаю даже, друзья. Придется или мне кушать. Но я вам это все потом расскажу. Ну как, мои хорошие. Красиво, да? Кобачок он точно не будет кушать. Это мне надо кушать. Так, вот такая тарелка у меня вышла. Красотень. А сейчас... Я также приготовила салатик с семенами чая. Сейчас будем наш плов. Ну такой чистый у нас, видите, ужин овощной. И третье. Если вдруг Ашкэм не покушает. Эти запеченные кебаб. Фасоль. Ну что, пошла я накрывать на стол. Буду звать моего Ашкэма. Вот такая красота. Еще покажу вам. Плов. Фасоль. Салат. Приятного аппетита нам. Хочу похвастаться, что Ашкэм купил. Посмотрите, как удобно. Ашкэм, гюзель в турьерсе? Ну-ка я попробую. Поменяла я. Ашкэм. Безоцень будет один обоктенна? Безоцень. А? Салат. Нормально? Емек калорь? Кушать можно? А, мало туз. Соли. Тамам, тамам. Все. Слава богу Ашкэм сказал и бед. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.